Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо организаторам за этот интересный коллаж, за то, что пригласили. Куратор Labs, где я работаю, это компания, которая известна тем, что защищает от DDoS. Я работаю в исследовательском отделе в этой компании. Я занимаюсь машинным обучением. И вот об особенностях машинного обучения при защите от DDoS мы и поговорим. Кликер есть? Спасибо большое. Но вот сначала я бы хотел спросить, а кто вообще сталкивался, кто знает? Нет, давайте так. Кто не знает, что такое DDoS-атака? Кто не использует внешние системы защиты от DDoS? Какие-нибудь сервисы? Оставьте руки, пожалуйста. Кто не использует системы защиты, например, провайдера? Кто не использует никаких систем защиты? А кто не планировал вообще внутри своей, разрабатывая архитектуру, как будет ваша система вести себя в случае DDoS-атаки? Так, ну вот всем, кто поднимал руки, наверное, будет очень интересно. Остальным будет интересно, если вы знакомы с машинным обучением или хотите немножко с ним познакомиться. Но вот чуть больше, более подробный вопрос. Вот, например, началась DDoS-атака на ваш сайт. Вот кто-то решил этого сделать. Как вы об этом узнаете? Ну, то есть вот что произойдет? Вам придет оповещение или что? Кто-нибудь может рассказать? Раз у нас маленький зал, я думаю… Так, от Zabbix. А какого рода оповещение? То есть что произойдет? Сначала пользователи уже заметят в этот момент? Да, пользователи уже заметят. Увеличится время загрузки, и Zabbix заметит, что увеличилось время загрузки. Еще какие-нибудь есть варианты? Еще раз. Ну да, да, да. Абузы завалят. Кого еще абузы завалят просто при DDoS-атаке? Хорошо. Значит, а вот как правильно это сделать, как думаете? Ну, то есть вот какая последовательность действий и событий должна произойти вот на самом деле? Ну, наверное, все-таки должно по каким-то внешним признакам, тот же может быть даже Zabbix, определить, что начинается DDoS-атака. Время загрузки страниц еще не определилось. Возможно, что-то посканировать в логах. И переключить, например, оповестить, например, своего провайдера, ну, хотя бы, о том, что нужно увеличить канальную емкость, что-нибудь заблокировать, ну, хоть в каком-то виде. То есть есть какая-то последовательность действий. И вот некоторые элементы этой последовательности действий мы сегодня будем рассматривать. Ну, вот все, кто не принимали участие, наверное, в этой дискуссии, я думаю, не берусь, конечно, удовлетворять на 100%, но я думаю, что относятся примерно так к DDoS-атакам. И я очень надеюсь, что вы не занимаетесь никакой коммерцией, потому что, ну, иначе вот DDoS-атаки просто-напросто приведут к финансовым потерям. Вот мы будем разговаривать просто-напросто о том, что, собственно, что такое DDoS-атаки, в каком плане этот есть информационный процесс, процесс информационной безопасности, где здесь машинное обучение, ну, к чему оно все ведет. Ну, рассмотрим, например, если успеем. Так, вот сначала мы говорили об этой последовательности действия, я спрашивал, потому что я хотел навести вас на мысль о том, что это определенный процесс. Защита от DDoS – это процесс, который причем начинается не тогда, когда DDoS уже кто-то решил вам устроить. Это процесс, очевидно, процесс информационной безопасности. Что значит информационная безопасность? Во-первых, это просто противодействие двух сторон. С одной стороны, есть вы или мы, те, кто хотят, чтобы ваш сайт был 100% времени доступен, чтобы всегда откликалось все вовремя, маленькие время загрузки и так далее. И есть злоумышленник. Кто-то против вас, например, ваш конкурент или просто те, кто какие-нибудь вымогатели. Эти люди хотят, чтобы ваш сайт хотя бы на кроткое время перестал работать так, как вы хотите. Вот противодействие между этими двумя сторонами – это, в общем-то, и есть информационная безопасность в том плане, о котором понимаю его я в этой презентации. И в дальнейшем сегодня мы будем использовать два принципа информационной безопасности здесь. Во-первых, мы будем стараться думать как преступник. То есть мы будем пытаться встать на сторону тех людей, кто хотят завалить ваш сайт и пытаться понять, как они это будут делать, что они могут захотеть увидеть, что они попытаются сделать. И с другой стороны, мы будем задаваться вопросом, что при том или ином решении может пойти не так. Что может сломаться, если мы сделаем так или иначе, что приведет к тем или иным проблемам. Ну, или по-другому это можно переформулировать в такой немножко шуточной форме, известный афоризм, что если что-то может пойти не так, то оно пойдет не так, ну и причем по щиты злой воли. Мы будем об этом думать. Итак, вот что же за процесс защиты от DDoS? DDoS это в принципе атака, которая направлена на исчерпание ограниченных ресурсов. Это могут быть любые ресурсы, вплоть до, не знаю, количества смс, которые может принять ваш телефон. Это может быть и размер оперативной памяти, и канальная емкость, все что угодно. И для того, чтобы защититься от DDoS, недостаточно воспользоваться, к сожалению, услугами даже какой-нибудь компании. Ну, например, как мы. Вы все-таки должны задуматься об этом на стадии проектирования. Над тем, чтобы защищаться, должна работать большая команда людей. Сетевые инженеры должны задумываться о том, чтобы канальной емкости хватало хотя бы на легитимный трафик, при этом чтобы был запас. Разработчики веб-приложения должны задумываться о том, чтобы один запрос не привел к тому, что вся оперативная память вашего приложения съедена. Ну и специалисты по информационной обязательности, должны, собственно, защищать ваш приватный IP-адрес. Ну, не приватный, а тот IP-адрес, на котором находится ваш сервер. Ну, здесь просто как работает? Большинство систем защиты, в том числе мы, работает так. Мы, например, партнер Bittrex, наш IP-адрес защищенный, вы можете получить, нажав кнопочку в личном кабинете в Bittrex. После чего вы переводите DNS на нас, но ваш старый IP-адрес продолжает работать. И вот задача здесь состоит в том, что вот этот старый IP-адрес никто не знал. Потому что как только он начинает светиться, люди смогут атаковать вас в обход нас, в обход нашей защиты. Ну, есть решения и на такие случаи, но, к сожалению, они все-таки подороже. Итак, это процесс, в котором нужно работать заранее. И его нужно к тому же автоматизировать. Почему? Ну, потому что те, кто атакует, как правило, делают… редко специализируются конкретно на вашем сайте. У этих людей все автоматизировано, у них написаны скрипты. Они увидели какую-то уязвимость на вашем сайте и решили атаковать. Запустили скрипт, ушли спать. Вы, даже если вы очень сильный специалист, собираете всю свою команду, несколько часов думаете, как с этим справиться, справляетесь, вносите изменения в свой сайт, все заработало, просыпается через пару часов атакующий, меняет пару строчек в своем скрипте, и вам нужно делать все заново. Потому что он все равно, скорее всего, сможет что-то сделать. И вы будете снова придумывать, как бы обойти эту ситуацию и так далее. Это все будет продолжаться. Ну, сколько? Ну, я думаю, что вряд ли кто-то выдержит больше 48 часов. Ну, и как правило, так оно и происходит. Дальше приходится обращаться к каким-то очень дорогим системам защиты, потому что подключение под атакой всегда дороже. Это очень трудно сделать. Но возможно. Ну, когда мы говорим об автоматизации, в данном случае нам без обучения машинного не обойтись практически. Я говорю здесь об атаках уровня приложения в основном, потому что большинство остальных атак решаются методом просто грубой силы. Ну, нужно просто действительно иметь достаточно большую канальную емкость, например, чтобы пропустить и отфильтровать весь плохой трафик. Но когда речь идет об атаке приложения, например, когда к вам просто в страницу поиска с большим количеством параметров поисковой формы летят просто рандомные случайные запросы, что убивают вашу базу, вот в таком случае нужно все-таки подобраться и понять, как же конкретно работать. Но машинное обучение – это что такое? Ну, в первую очередь, это просто набор алгоритмов, который, в общем-то, имеет две фазы. Первая фаза – это обучение, то есть когда мы, грубо говоря, рассказываем нашим алгоритмам, что они должны делать. И вторая – это, в общем-то, их применение на практике. Существует три группы алгоритмов, но я думаю, что по времени я немножко здесь не успею это все пересказать. Но смысл в том, что в основном для нас здесь будут важны обучение с учителем. Это когда мы, в общем-то, просто рассказываем нашим алгоритмам, что они должны делать, они потом учатся. И без учителя – это когда мы рассказываем им, просто показываем ему данные, он, например, находит какие-то аномалии в нем или группирует те или иные объекты просто на основании того, что видит в данных. С обратной связью от окружающей среды или, например, когда вы выбираете, насколько нужно отмасштабировать ваши ресурсы, исходя из того, как много ссылок на вас есть в Твиттере, скажем. И причем, если ссылок мало, вы еще и отправляете запрос SEO-шникам, чтобы они их сделали побольше. Вы поддерживаете какую-то постоянную, грубо говоря, нагрузку. Что здесь имеется в виду? Здесь, например, мы берем, построил я здесь график одного из характеристик. Здесь количество байт, входящих на одного из наших клиентов. И каждый день я простоил на верхнем графике, вот просто каждый день наложил друг на дружку. И на нижнем графике, вот синеньким, мы видим начало дня, как выглядит эта характеристика в начале дня. И дальше мы просто пытаемся предсказать, что будет в течение оставшегося дня. Такая вот просто задачка, пример задачки из машинного обучения, где все очень-очень просто. В машинном обучении, к сожалению, мы не можем воспользоваться всем, что оно нам дает. У нас здесь есть два требования на двух этапах. На первом этапе, где мы рассказываем, чему мы хотим. Мы хотим, чтобы мы игнорировали аномалии, потому что все атаки, которые мы наблюдали, они, скорее всего, здесь будут аномалии. Мы не хотим им учиться. Мы не хотим, чтобы это считалось нормальным. И с другой стороны, мы на втором этапе, когда алгоритмы уже отрабатывают и рассказывают нам, какие действия нужно предпринять, мы хотим понимать, как они это сделали. Сейчас я подробнее расскажу про оба эти требования, почему и зачем это нужно. Ну, почему особенно вот второе нужно. Смотрите, вот что такое данные обучения, откуда они берутся? По большому счету, это активность ваших пользователей, это то, на что пользователи влияют. С другой стороны, это означает, что как минимум часть данных, на которых мы собираемся учиться, подконтрольны злоумышленнику. Ну, вспоминаем принципы информационной безопасности и встаем на место злоумышленника, у него может появиться одна замечательная идея здесь. В общем-то, а что если он возьмет и подберет такие данные, чтобы мы научились на том, что он захотел, чтобы он научил нашу систему за нас. С этим нужно бороться. Как? Это вполне может произойти. Например, вот кусочек из нашего глубоко внутреннего отчета о странной активности на одном из наших клиентов. Здесь видно, что в каждый день количество запросов, здесь, по-моему, пакетов, вечером в одно и то же время каждый день увеличивалось. Несмертельно для клиента, сайт абсолютно продолжался открываться, но, в принципе, на грани того, что он, по-моему, мог пропустить. И это могло быть на самом деле все, что угодно. Например, системный админ мог что-то там напутать, записать что-нибудь в крон интересное, и в результате мы увидим такое. Но, в принципе, кто-то мог попытаться чему-то нас научить. Вряд ли у них это получится, и мы, в общем-то, ни разу не видели, как минимум точно ни разу не видели успешных попыток, и, скорее всего, не видели попыток именно обучить нашу систему. Но статей научных на эту тему довольно-таки много, и мы просто готовы. Как с этим борются? Ну, во-первых, есть такое понятие, как робастность и breaking point. В общем-то, они очень близки друг к другу, но нам ближе второе понятие breaking point. Это, собственно, то, как много должно быть искаженных, неправильных элементов в обучающей выборке, то есть в тех исходных данных, на которых мы учимся, для того, чтобы изменить результаты предсказаний, и чтобы на них повлиять. Breaking point равный нулю означает, что ваш алгоритм может и сам по себе сломаться, а breaking point равный одному означает, что достаточно вбросить один единственный неправильный запрос, и ваша система будет предсказывать ровным счетом то, что захочет злоумышленник. Высокий breaking point для злоумышленника – это дорого. Это сложно, это значит дорого. Просто вопрос денежный начинается. С того момента, как только мы обучили нашу систему так, чтобы breaking point был высокий, все перемещается в экономическую плоскость. То есть выигрывает в этой ситуации тот, кто потратил меньше денег. Мы тратим очень мало денег на защиту, они могут потратить очень много. Ну и скорее всего даже и не уронят сайт, а если и уронят, то ущерб будет минимальный. С другой стороны, нужно еще понимать, что все-таки все может пойти не так немножко. И иногда нужно анализировать все-таки постфактум, а что же там происходило. Поэтому неплохо бы иметь как раз на втором этапе возможность заставить алгоритмы рассказать, как они все-таки отработали. Ну и вот это все замечательно, здорово. Я много тут говорю про исходные данные. А откуда взять вот эти исходные данные для обучения? Как вы думаете? Ну да, то есть вам нужно взять, в общем-то, исходные данные, это ваши логи, это то, что было. То есть то, что вы наблюдали, те метрики, которые вы наблюдали у своего сервера. Но есть проблемы. Их нужно хранить, их нужно собирать. А многие люди этого не делают. И об этом я бы хотел сделать отдельное замечание, что собирать их нужно. Что вам нужно собирать? Ну, во-первых, в первую очередь наблюдать за всеми исчерпаемыми ресурсами. Это очень-очень приятно делать, потому что, во-первых, для этого полным-полно средств. Существует куча систем мониторинга, куча сторидж-систем. И все здорово. И главное, вы всегда знаете, сколько мегабайт в секунду или в минуту будет записываться данных. То есть даже если на вас началась DDoS-атака, и до этого вы записывали каждую минуту один мегабайт данных телеметрии, когда она идет, вы все равно будете записывать один мегабайт данных телеметрии. И это приятно. Гораздо сложнее дела обстоят с хранением логов. Их тоже нужно хранить, но во время DDoS-атаки количество логов может увеличиться неимоверно. И это намного сложнее, но как минимум нам нужно кое-что все-таки иметь. Желательно, очень желательно. Ну вот с ними, как смотрите, какие проблемы. Ну, во-первых, даже если вы их не храните, периодически неплохо бы включать, небольшой такой делать дамп и сохранять небольшой кусочек. Вот просто иметь чистое представление о том, как ведут ваши себя пользователи на сайте, когда на вас нет DDoS-атаки, когда все хорошо. С другой стороны, если началась атака, и вы не можете, например, с ней справиться, или вы подозреваете, что там может быть все гораздо хуже, чем и сейчас, неплохо бы сохранить хотя бы кусочек вот того, что сейчас происходит. Но вот опять же подумаем, что здесь может пойти не так? Что может сломаться? Ну, здесь довольно очевидно. Смотрите, вы находитесь под атакой, у вас все ресурсы кипят, вам все плохо, у вас CPU в потолок, а у вас есть еще какая-то задача сохранить 2 гигабайта логов. Ну, здесь просто нужно продумать, чтобы эта задача вот в критических ситуациях либо не запускалась, либо прерывалась и, в общем-то, не навредила больше. Но неплохо бы все-таки, чтобы она была. С другой стороны, есть такой умный подход. Можно хранить не все логи, а только кусочек. Но здесь тоже нужно подумать, чтобы это было правильно сделано. Не имеет смысла, например, хранить каждый там десятый запрос. Нужно все-таки хранить сессиями. И вы, например, можете взять некриптографический хэш от IP-адреса и взять, например, только определенный диапазон этих хэшей сохранять. И если вы не успеваете их сохранять, сохранить их поменьше. А если все замечательно и у вас полно, то сохранить все. Очень удобно. Хитрый такой способ. Ну, помогает. Так, ну, сохранили данные. Теперь чему мы, собственно, будем учиться? Как бы нам помочь себе в дальнейшем? Ну, вот по тем данным телеметрии, которые мы собирали, мы можем научиться в основном, когда нашему серверу было плохо. И с другой стороны, мы можем попытаться прогнозировать проблемы на сервере. Когда у нас есть логи, мы можем сделать чуть побольше. Мы можем рассматривать, чем отличается зловредное поведение пользователей от других. Мы можем группировать пользователей, то есть искать тех из них, кто вызывает меньшую нагрузку, но при этом не приносит денег. То есть если уж вам совсем плохо, то все равно придется кого-то банить из легитимных пользователей, к сожалению, кого? Ну, явно не тех, кто сейчас нажимает «купить». Ну, давайте вот поговорим про примеры задачи более подробно. Ну, я хочу рассказать пару примеров, но вот сначала рассказать о такой концепции, как вот цепочек задач. Дело в том, что в машинном обучении у нас очень редко такое бывает, что вот есть просто входящие данные, есть выходящие данные. Как правило, задачи в машинном обучении складываются один за другим. То есть вход одного алгоритма – это выход другого. И иногда они там ветвятся, и, ну, в общем-то, получается, в основном такая вот цепочка. Вот, например, мы знаем точно, ну, предположим, для простоты, что сейчас на ваш сайт нет никакой атаки. Но количество запросов очень сильно увеличилось. Это все легитимные пользователи, все замечательно, но нужно что-то делать. Если вы будете обрабатывать все запросы, то никто не увидит результат. То есть у всех зависит страница. Нужно кого-то забанить, какую-то группу пользователей. Вот как раз то, о чем я сейчас говорил. Как это сделать? Ну, во-первых, нам нужно понять, вообще, какая ожидается нагрузка. Для этого нам нужно понять, вообще, какая она бывает, какая была до сих пор, и предсказать, какая будет дальше, и предсказать, насколько, где находится предел, да, и после этого еще и провести группировку пользователей, соотнести их с тем и тем. И все это, это задачи машинного обучения. В принципе, каждый из них сама по себе отдельно. Вот. С другой стороны, ну, например, мы знаем точно, что на вас идет атака, да, и вот тоже, что можно сделать. Ну, в принципе, если на вас идет атака, но по количеству, то есть она слабая, мы предпочитаем, вот как вот сервис, не блокировать никого. Ну, потому что блокирование при атаке обязательно будет приводить к false positives. Но если мы знаем точно, на сто процентов знаем, что вот вы эту атаку на себя выдержите, и это не повлияет на вашу доступность, нам проще ее пропустить. Мы отметим для себя, что это атаки, что этому не нужно учиться, но мы выберем вариант, в котором нет false positives. Да, мы выберем вариант, в котором никто не пострадает. Но опять же, а как это понять? Сначала мы должны понять, какую нагрузку сервер может выдержать, потом мы должны понять. И, в общем-то, все то же самое, да. Но опять же, цепочки задач. Ну, давайте вот, я вот показывал вначале картинку. На самом деле там было читерство, там было все красиво. А вот на самом деле, те же самые данные, то есть количество байт, которые приходили к одному из наших клиентов с начала дня, и вот каждый день. Выглядит вот так. То есть полным-полно огроменных пиков, причем если вы посмотрите, здесь, наверное, не видно, но смысл в том, что там на два порядка больше. Даже какое на два? Ну да, там оно еще отрезано. На самом деле, наверху, внизу у нас один в седьмой, 10 в седьмой, наверху 10, там в десятый, по-моему. То есть это мегабиты и гигабиты, как минимум. Даже десятки, наверное, гигабит наверху. То есть учиться этому, и вот этому мы должны как-то научиться. Понятное дело, что мы не хотим учиться такого рода пиком, и больше того, у нас же, Павел, ваши данные изменялись со временем. То есть нагрузка, которую мы видим на сервер, она не постоянно. Даже если все хорошо, все изменяется со временем. Что-то с этим нужно делать. Окей. Ну, во-первых, к сожалению, четкого решения в этой задаче нет. Это очень активно исследуемая область сейчас. Есть много же статей об этом и всего такого, но четких, однозначных решений пока что нет. Есть только эвристики. Многие из них мы просто наблюдаем. Какие-то из них мы активно используем, какие-то пока проверяем. Во-первых, мы должны использовать робастные метрики, как можно более робастные. Это могут быть где-то хинж, где-то, если говорить о пространственных. Я говорю сейчас больше таких про именно уже технику машинного обучения. Поэтому, в принципе, если вам что-то здесь интересно и непонятно, вы не бойтесь потом задать, я расскажу. Но смысл в том, что если у нас возникают какие-то проблемы, мы должны пробовать использовать ряд этих эвристик. У нас однозначно 100% пока что решений нет. Если применить все, что было на слайде предыдущей, получится так. Например, наверху исходные данные, как раз эти 10, 10, 13 и тому подобное. После нелинейных преобразований, которые мы тщательно подбираем, мы просто уменьшаем влияние этих аномалий. Например. И в конце концов мы делаем уже обрезание по вот этому самому пику. И мы знаем, что это аномалия, но нам не нужно, чтобы она так сильно влияла на наши данные. Например, это пример того, что мы можем сделать. Вот, например, график. Те же самые графики, которые я вам только что показывал, но они немножко по-другому просто здесь представлены. То есть это количество байт, которые проходили на вход нашему клиенту. И вот читать это нужно так. Значит, это сверху направо, сверху вниз. Слево направо, сверху вниз. То есть построчно. То есть чем более зеленая область, или чем желтая, тем больше там была нагрузка. Ну, например, здесь очень легко, на самом деле, увидеть, где был Новый год и 1 сентября. Так, если присмотритесь. После применения вот того, о чем я рассказал, мы можем сделать вот так. Мы можем сгруппировать все разные дни, которые мы наблюдали, потому что они сильно, честно говоря, будут отличаться друг от друга. И, собственно, кластеризовать их. Что нам это дает? Нам это дает то, что, например, если на выходных у вас очень маленькая нагрузка, и вдруг прилетает, вы, может быть, даже скейлитесь, убираете лишний сервер, и к вам прилетает такая нагрузка, которая прилетает, например, в понедельник вечером, то для вас это может быть проблема. Поэтому мы должны различать, что происходит в выходные и в будние дни. Вот мы, например, попробуем это сделать так. Здесь оказывается не только выходные и будние дни, но в разные дни у вас разная нагрузка, и мы хотим это понимать. Ну и вот мы можем увидеть три разных типа нагрузки, скажем так. И, соответственно, мы будем по-разному реагировать в зависимости от того, какая из них ожидается. Ну и дальше мы уже видим, опять же, как я и раньше говорил, мы видим начало какой-то нагрузки. Здесь я нарисовал побольше, чтобы вы понимали, что на самом деле все бывает нехорошо. То есть тот же самый слайд, что был в начале, но только здесь чуть сделано поумнее. Здесь мы сначала определили, какие бывают нагрузки, а уже потом предсказали, что будет в конце. Так что, я думаю, вы понимаете, какой из них мы предсказали. Ну и такой есть еще интересная тема здесь. Это поиск групп запросов, но он более технический. Я буду рад с вами поговорить об этом уже либо в куларах, либо в Q&A сессии. Он очень интересный. Но в основном он заключается в том, что мы преобразуем ваши логи в такую специальную базу данных, в которой мы, например, можем ответить, какие типы запросов вызывают ровно такой пик в количестве запросов, который кажется нам неправдоподобным, кажется нам похожим на атаку. И просто-напросто определив их, проверив, может быть, даже руками, начать по вот просто по такого рода признакам, по такого рода сочетаниям признаков в логах банить. Ну, что здесь самое главное? Нужно к всему этому готовиться заранее. Вам нужно время на то, чтобы даже собрать данные, обучить людей, может быть, что-то вручную проанализировать, подготовиться. Ну, и, конечно же, на то, чтобы обучить алгоритмы. Ну, и здесь вам, наверное, должно быть очень так же интересно, что все это очень хорошо связывается, как правило, с бизнес-аналитикой. То есть, если у вас кто-то этим занимается, то, конечно, опять же, я рассказывал про группы пользователей, нужно все-таки их тоже связывать с теми, кто покупает что-то, а кто что-то не покупает. Большое вам спасибо, что послушали. Если у вас какие-то вопросы, я буду очень рад. Спасибо. Вопросы. Есть ли у кого-то? Секунду, есть этот микрофон. Эдам. У меня вот такой вот вопрос. Если, допустим, у нас сайт работает, вы собираете телеметрию, все хорошо, система обучается, и мы знаем, что в определенный день недели у нас определенная нагрузка на сайте, и тут разработчики выкатывают какое-то, значит, обновление на сайт, и фактически каждый запрос начинает, допустим, создавать невероятную нагрузку, и система начнет воспринимать их как DOS-атаку. Получается так, да? И вы начнете просто через ваш фаервол, через который идут запросы на сайт, вы начнете банить клиентов. И потом, допустим, разработчики через некоторое время обновления эти откатят, когда увидят, что растет нагрузка по мониторингам. Но, допустим, определенные IP-шники адресов уже будут забанены. Как вообще все это будет разруливаться, и как это будет работать? Спасибо за вопрос. Значит, здесь два нюанса. Во-первых, ну, понятное дело, что если выкатываются обновления какие-то, ну, они не должны приводить к тому, что сайт ложится, ну, согласитесь. С другой стороны, если уж такое произошло, то вполне возможно, что сайт с новым обновлением может обрабатывать какое-то количество пользователей, просто меньшее, чем было, да? И та же самая логика, когда мы должны какую-то подгруппу забанить, но чтобы остальные все-таки работали, сохраняется. Ну, а по поводу того, что вы спрашиваете, что люди не навсегда забаниваются, да? Все-таки IP-адреса быстро меняются, и поэтому никто никогда не блокируется навечно. Мы все-таки блокируем на довольно такой разумный срок. Ну, и если что, если это именно ваша вина, например, то есть вы просто обращаетесь к нам, да, говорите, что так и так, обновили фигово, будьте добры, сбросьте баны, ну, мы сбросим, ну, всякое бывает, да. Ответил на вас вопрос? Спасибо еще, еще вопрос. Давайте один еще вопрос, и мы перейдем к следующему докладу. Спасибо за доклад. У меня вопрос, можно что-то сделать просто вот на обычном хостинге? Простите, вас не слышно? Я подойду прям поближе. Прием, прием. Я говорю, можно сделать что-то на стройках на обычном хостинге, там, Gings, Apache, как-то противостоять? Если я правильно понял, вопрос вот из вот этой вот серии. Можно ли что-то сделать? Ну, в случае провайдера, чуть-чуть можно сделать. Какое-то количество, вы можете защититься от каких-то самых простых задач. Естественно, вы не можете защититься от уровня L7 практически никогда. Ну, и не нужно забывать, что, в принципе, атаки бывают настолько мощные, что они могут завалить целиком вашего провайдера. Что касается задач с Копчой, ну, понимаете, Копча с одной стороны сильно развилась сейчас, с другой стороны она бывает, грубо говоря, двух видов. Либо очень сложная, если вы, например, начинаете показывать Копчу каждому приходящему пользователю на ваш сайт. Ну, если она очень сложная, то куча легитимных пользователей просто не будут заморачиваться с вашим сайтом и уйдут с него. А с другой стороны, если она простая, не очень даже простые Копчи ломаются уже, то есть подбираются, то это все просто не имеет значения. Я уж не говорю о том, что существует такой сервис Automated Humans, где вы просто-напросто говорите, вот нужно разгадать вот этот миллион Копч, и за сколько-то там денег, и живые люди просто берут и разбирают эти Копчи. И это причем довольно дешево стоит. Продолжение следует...